Утро с Владимиром Соловьёвым и Анной Шапран. Полный контакт. Радио Вести. Отправляйте смс на номер 5533. Начинайте сообщение со слова Вести. Стоимость смс 750 без учёта НДС. Подробности на сайте radiovesti.ru Международная панорама. Да, Евгений Янович. Итак, Армения, Азербайджан и Венгрия. Ну, для тех, кто не в курсе этой ситуации, Венгрия выдала в Азербайджан для отсидки, немедленно помилованного там офицера, который зарубил топором своего армянского коллегу на курсах в этой самой Венгрии, устроенных для сближения различных постсоветских и восточноевропейских республик, организуемых, как это всегда, различными структурами. Ну, в данном случае, насколько я понимаю, это были курсы при НАТО. Я такого рода курсы периодически посещаю в качестве лектора про Ближний Восток, рассказывая людям, которых собирают в Швейцарии местные академии генштаба. И довольно хорошо знаю, как это организуется. К вам привозят дипломатов и офицеров. Обычно, ну, не генералов, офицеров, и не лейтенантов, офицеров уже взрослых, старших таких. Значит, возникла некоторая коллизия. Вместо дружбы один другого убил топором. Вест не зарубил. Я бы не сказал, что это... Пящего зарубил, да. Ну, вот, чтобы это очень сильно улучшило отношения Армении с Азербайджаном, и без того, не блестящее, это мне как-то глубоко сомнение. Американцы выразили на эту тему глубокую беспокойность, как всегда выражают наши американские коллеги, когда они ничего сделать не могут. И ситуация достаточно темная. Речь идет о том, что там гуляли 3 миллиарда долларов по покупке ценных бумаг, что для экономического кризиса достаточно. Вопросы серьезные для поддержания вашей экономики. Опять-таки, для Азербайджана с его нефтяными доходами не гигантская сумма. Остается только развести руками и напомнить одну простую вещь. Существуют ситуации, при которых этнические конфессиональные конфликты решаются только, когда есть жесткий внешний управленец. Для Кавказа таким внешним управленцем была Российская империя, а потом Советский Союз. Для Центральной Азии, кстати говоря, тоже. Для бывших провинций Аттаманской порты, ну, когда кто-то сидел в Лондоне или в Париже, или на так называемых оккупированных палестинских территориях сидела израильская оккупационная армия и не давала соседям из соседних деревень, городов перерезать просто друг друга. Так и все это не нравилось, все требовали деколонизации или освобождения от оккупации. Ну, вот как только ушли с Кавказа, начались кавказские войны и конфликты. Далеко не только между Арменией и Азербайджаном. Достаточно посмотреть на все, что сейчас пытаются всплыть на российской территории, где, вообще-то говоря, конфликтов может быть ничуть не меньше, потому что я не очень понимаю, почему Дагестан, если он перестает быть в составе России, не превращается в Ливан с гражданской войной на десятилетия всех против всех. Там, вообще-то говоря, разобраться, кто на какой позиции должен сидеть и чем управлять, без перестрелок невозможно в принципе. Там и так достаточно это было плохо. И сегодня мы видим конфликты между Ингушетией и Чечнёй, с идеей опять передела границы, возврата границ 1934 года, к счастью, пока еще не переходящий ни во что, кроме слов, потому что есть управляющий центр, который в конечном счете, все-таки, если вертикаль власти есть, так он будет решать. А если ее нет, тогда, ну, вышли мужики, кто с колами, кто с автоматами коллажей. Слушай, а вот правомерно, то, что взять, помиловать, наградить, то есть вот такой жест стороны азербайджанского руководства? Правомерно с азербайджанской стороны, да ради бога. Если не нарушать никаких международных договоренностей, законов. Нет, вот здесь договоренности, это вещь неформальная. Не просто нарушают, это торпедирует все международные договоренности. А законы нет, не нарушают. Формально. Имела ли право Венгрия выдать человека? Да, имела. Формально. Имела ли право президент страны помиловать? Да, имела. А формально Англия могла передать Ливии человека, который сидел, но не досидел, за организацию теракта над Локерами. А запросто. Это ведь правда ничего общего не имело с тем, что потом Бритш Петролем пришла на ливийский шельф. А мог Каддафи его помиловать прям с трапа самолета? Ровно та же самая ситуация. Да, конечно. А как же он должен был, по-вашему, еще поступить? Думаешь, война будет? Война... Между Армией и Азербайджаном. Она идет пока холодная, идеологическая. Она не идет в горячем режиме. Из-за этого войны, скорее всего, быть все-таки не должно. Ситуация при этом и без того непростая. Там будет много чего. Там, скорее всего, будут серьезные террористические акты против азербайджанских представительств, в том числе за границей. Потому что давайте вспомним, что Дашнак, в сути, он серьезные террористические акты организовывали. Были они против Турции. В свое время в московском метро были инциденты. Мы как-то никогда не говорим об армянском терроризме, но он существовал и продолжает вполне себе существовать. И совершенно неважно, является ли здесь поводом месть за геноцид армян в Турецкой империи или какие-то другие тяжелые процессы. И в этом плане я не думаю, что Алиев, сделав яркий популистский жест, сделал чего-то очень хорошее Азербайджану. Кроме того, существует еще один фактор, о котором мало говорят. Уж совсем ближневосточный. Сосед с юга, Иран, придерживается замечательных отношений с Арменией, в том числе потому, что это для Ирана окно в мир. И не зря шутят, что каждая приличная иранская семья, которая может себе это позволить, давно купила квартиру в Ереване на случай войны. И там очень серьезная была конкуренция с Россией по Розданской ЕГЭС и много чего другого, экономическое воздействие сильно. То есть Армения балансирует между Европой, Америкой, Россией и Ираном. И парадоксальным образом, несмотря на то, что, ну, это вроде бы совсем братская страна, да, потому что южный Азербайджан, где живут три четверти азербайджанцев, это Иран, потому что Рахбар Хаминьи, вообще-то говоря, азербайджанец, а президент Ахмадинишат, вообще-то говоря, этнический талыш, и как бы, ну, вот же, ребята, уже этой страной кто управляет. Но, скорее всего, именно благодаря этому худших отношений с соседями... Можно себе представить. Ну, Азербайджана нет ни у кого, кроме как с Ираном. И понятно почему. Попытки постоянно под себя нагнуть Азербайджан и исламизировать, и объяснить, кто в доме хозяин. Не сказать, что это очередная их провинция. А уж то, что у... То есть, чтобы Азербайджан потерял статус независимого государства? Ну, я бы сказал так. Да, провинция Ирана. Ну, там тоже и Ченни в свое время обсуждал с азербайджанским руководством раздела Ирана. Почему не говорите об армянских террористах? Только что говорили. Мы об этом говорили. Я просто говорю о том, что если понадобится, так там еще появятся ребята из корпуса Стражей Исламской революции, которые на территории Азербайджана много чего пытались организовывать в качестве террористических актов против израильских представительств, а американских. Там тяжелые, действительно тяжелые настроения. И граница была недавно перекрыта после того, как оттуда завернули одного из аетол, двигавшегося в Азербайджан с некой почти управленческой такой миссией. В этом плане там будет кого командировать на помощь. Да, конечно. Это у них и там. А у нас здесь сейчас тоже какая-то странная ситуация возникла. Ты про Дагестан очень справедливо говорил, который, конечно, сейчас, как я понимаю, там начинается же борьба в очередной раз за президентство. И там, думаю, кланы столкнутся, мало никому не покажется. Но теперь еще и очень неспокойно стали делить территорию Чечня и Ингушетия. Давайте говорить о простой вещи. Убийство Сайда и Фонди, смертницей, русской смертницей по происхождению, всегда говорилось, что нет ничего хуже, чем неофит. То есть, может, мусульманская женщина еще подумает, русская девушка, перешедшая в ислам, там, вышедшая замуж и пошедшая кроваво мстить за убитого мужа боевика, ну, это просто совсем катастрофа. Или не девушка. Саид Бурятский, он вовсе не девушка был. Абсолютно. Поэтому, когда мы начинаем рассказы о том, вот эти все плохие понаехали, ребят, тут куча народу примет радикальные версии ислама, пойдет, взорвется, и черта с два вы этих людей вообще выловите. Она так даже и в театре работала в свое время, пока вот в этот самый радикальный салафизм не впала. И, кстати, в театре, работая, с мужем и познакомилась. Она не была какой-то уж замшелой такой дамой из глухой-глухой глубинки, которой деваться было некуда. Тем не менее, Саид Эфенди взорван. Вот пришла... голова осталась. Считается, что если смертник пришел, а голова отлетела куда-нибудь на метр, то в эту секунду, как его разорвало, его Аллах берет в рай. Главное, чтобы голова осталась цела. Главное, чтобы голова осталась цела.